Здравствуйте, дорогие друзья! Сказано, что если кто-то хочет начать укрепляться в вере, пусть посмотрит хотя бы на то, какие пророчества исполнялись в наше время. Те, что уже видны, те, что мы уже знаем, не те, что вот-вот настанут. Каждое пророчество исполнялось уникально. Возьмите Иошуа бен Нуна, который произнес над развалином Ерехо проклятие тому, кто попробует намериться восстанавливать город. И началось. Первый, кто был при царе Ахаве, это из Байт-Хеля Хель. Хель, говорит Библия, начал он строить и поплатился за это, как и сказал Ерехо, как сказал Иошуа бен Нун, гибелью первенца и младшего сына. Следующий, кто в 724 году Халиф Хишам начал строить. Землетрясение прекратилось, дети погибли и так далее. Руины вот этого древнего Ерехо, они лежат сейчас, кстати, с западу от современного центра. Никто его не восстановил по сегодняшний день. Но интересен нам даже другое. Вавилон. Одно из самых необычных пророчеств касалось судьбы именно древнего Вавилона. И ученые, когда говорят, не может такого вот, казалось бы, вообще быть. Город Вавилон, столица древнего мира, центр мировой цивилизации, империи, торговля, образование, все. Вавилоняне что сделали? Разрушили храм. Тут надо думать. Сказано, все делается по воле в небес. Да, делается. Но так же сказано, не становись дурным вестником, не становись исполнителем зла. Постарайся от этого уйти. Написано, что Вавилон разрушил храм. Ну и дальше что? Написано, пророки сказали, Вавилон будет подобен Содому и Гаморре, никогда не будет населен. Десять пророчеств. Девять, простите. Девять пророчеств. И все исполнились полностью вот по сегодняшний день. Математики Соединенных Штатов подсчитал, вероятно, что все девять, у которых там никто не будет посещать развалины и так далее, чтобы исполнились вот точно как, это одна пятидесяти миллионная, то есть близкая к нулю. Вавилоняне разрушили храм. В этот день им и всему миру что казалось? Казалось, что они победили. Но, как написано в притчах царя Соломона, что сидящий на небесах смеется над ними. Почему и как он смеется? Очень просто. Написано, что в тот день, когда Новохуда на Носарда вошел в храм, родился Дарий Медийский, который потом, через некоторое время, победит всех его потомков, убьет их и уничтожит Вавилон. Вот так на небе это все распределяется. С Вавилоном это, вдумайтесь просто. Вавилон был разрушен и стал как Содом и Гаморра. И был такой, Остин Лойт, известный путешественник, он сказал, что место, где стоял Вавилон, голая, сушеная земля, я не понимаю, как такое может быть. Кто начал отстраивать Вавилон сразу, кто решил? Александр Македонский. Он хотел превратить Вавилон в столицу своей огромной империи. Мобилизовал, написали историки, 10 тысяч первых людей. Неожиданно умер, не осуществил замысла, ничего не... А что было в пророчестве? Мы лечили, мы недолечили Вавилон, и оставайтесь каждый, и разойдемся по домам. Ирмиягу так написал. Вообще, книга пророков Ирмиягу и Иошуа говорила что? О Вавилоне. Что никогда не будет заселен. А зачем пророкам сказать книгам? Скажи, он разрушен там или все. Ведь это уникальное обещание, пророческое обещание, что никогда не будет, и что дальше? Никто ничего не сделал. Следующий кто был? Саддам Хусейн, конечно. Он решил восстановить древние дворцы и даже Вавилонскую башню. И сказал, что это объединение иракского народа. Построил свой дворец рядом, насыпал такой холм большой. Начали строить дворец, ну и что? Дворец стоит. Поэтому все, что сказано Богом, исполнится безусловно. Написано больше того. Написано, что пророк, я когда говорил о Слове Божье, оно уже считает, что исполнилось. Поэтому, когда нам обещали, что в конце все-таки все будет хорошо, мы считаем, что уже исполнится. Что касается плохих пророчеств, написано, ни одно тяжелое пророчество не дается в качестве приговора, не подлежащего изменению. Оно скорее служит предостережением, призывом к раскаянию. И написано, что если возвращаешься и человек, как и народ на нормальные пути Бога, то он изменяет уже даже то, что там, не дай Бог, плохо. А мы надеемся, что будет все хорошо, потому что сейчас шаббат, шаббат первый после Пейсиха. Если мы шаббат хорошо и нормально еще его проведем, кошерным образом, вдруг мы вообще повернем этот мир и все плохие приговоры станут хорошими. Брахава от слоха всего самого лучшего.